Года летят, а стройка стоит. Так говорят дольщики ЖК Доброго Парк 2. Они продолжают бороться за свои квартиры. Первые, четвёртые и пятые корпуса по-прежнему недостроены. Долгожданные ключи обещали ещё в 2020 году. Прошло 4 года, а за это время мы выслушали немало печальных историй. Люди в отчаянии, у многих ипотеки. И вот очередное собрание. Вира Серединина выступает от лица сына. Он купил квартиру в первом корпусе. Вместе с женой вложили 2 миллиона. Думали, переедут сроки. Не вышло. В квартиру продали малосемейку, вложились в ипотеку и живут теперь на даче в бане. Внучка живёт у меня, потому что там условий вообще нет. Ни воды, ни газа, ничего нет. Супруги Вереницыны купили в ипотеку трёшку в пятом корпусе, который до сих пор в скелете. Прошло 5 лет. За это время в семье родилось четверо детей. Молодая мама находится в декретном отпуске. Отец работает один. В будущую квартиру вложены все накопления и материнский капитал. В каком состоянии мы её купили, в таком же она и остаётся на сегодняшний день. Нам с мужем эта ситуация видится так, что наш корпус в ближайшие лет 8 точно не достроится, даже если найдут финансирование. А жить эти 8 лет нам тоже нужно где-то. Поэтому если будут компенсации по рыночной стоимости, мы с удовольствием возьмём компенсацию. Напомним, ЖК «Дубровый парк-2» возводит «Интерстрой Владимир». Компанию возглавляет Игорь Другов. Власти уже дважды пытались обанкротить застройщика. Однако он выиграл оба процесса. Для завершения строительства Другов просил у правительства помощи построить дополнительный подъезд в пятом корпусе. Отказали. Предлагал дольщикам доплатить по 8 тысяч рублей за квадратный метр. Люди не согласились. Прошло больше года. Мы пытались связаться с застройщиком по телефону. Всякий раз в ответ раздавались короткие гудки. Мы дозвонились до адвоката Игоря Другова. Она от комментариев воздержалась. Ещё год назад представитель застройщика заявляла, что первый корпус выполнен на 86%, четвёртый на 89%, а пятый на 61%. Тогда обещалось, что Другов доведёт строительство до конца. Денежные средства имеются. Соответственно, будет произведена достройка. В любом случае, это будет быстрее, чем будет произведена процедура оборудования, будет сформирован реестр. Обещания таковыми и остались. По ходатайству Минстроя области региональный фонд развития территорий снова подал иск о признании Игоря Другова несостоятельным застройщикам. На этот раз надежды у дольщиков было больше. Компанию «Интерстрой плюс», которая строила ЖК «Дуброво парк-1» и тоже принадлежит Другову, всё-таки обанкротили. Однако со вторым комплексом дело буксует, жалуются дольщики. Слушание постоянно переносит. Причина этому есть. Министерство архитектуры занимается сбором информации о необходимом объёме денежных средств для установления прав объёма обманутых дольщиков. Каким образом будут установиваться права, пока неизвестно. Слова участников долевого строительства подтвердили в прокуратуре. Мы выяснили, на каком этапе идут разбирательства. В настоящее время в суде идет в стадии предоставления догласивства по делу сторонами. Министерством архитектуры и строительства региона заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для того, чтобы определить точное количество дольщиков, а также стоимость работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы восстановить их права. Как сообщили шестому каналу в Минстрое области, сейчас власти проводят ряд процедур. Анализируют документы по возведению жилого комплекса. Это нужно, как сообщается, чтобы установить совокупный размер требований дольщиков, а затем обосновать выделение из бюджета нужной суммы для восстановления их прав. В настоящее время в целях определения размера суммы, необходимой для восстановления прав граждан, требуется проведение обследования строительных конструкций многоквартирных жилых домов и разработка соответствующей проектно-сметной документации. Решение о способе и сроках восстановления законных интересов граждан будет принято после введения процедуры банкротства застройщика. Сведения включены в план график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, участников долевого строительства многоквартирных жилых домов. Почему этим всем не занимались раньше, когда фонд развития территории затевал первый спор о банкротстве «Интерстрой Владимир»? Таким вопросом задаются дольщики. Как нам пояснили в Минстрое, работа, в частности по анализу документации, ведется до сих пор из-за большого объема. Изучить специалистам нужно более полутора тысяч листов с данными. Рассказали нам и о том, сколько денег в строительство трех корпусов вложил сам Игорь Другов. По данным ежеквартальной отчетности застройщика, на первый корпус ушло 345 миллионов 799 тысяч рублей. На строительство четвертого – 399 миллионов 875 тысяч. На пятый корпус, который в скелете привлекалось больше всего средств – 859 миллионов 778 тысяч рублей. Какая же судьба ждет дольщиков ЖК «Дуброво парк-2»? Мы продолжим освещать проблему долгостроя. Следующее заседание по делу о банкротстве «Интерстрой Владимир» назначено на 6 июня. Евгений Павлов, Артем Замоскин, 6 канал.